Друзья, перед началом обзора происшествий совершенных мигрантами, вашему вниманию информация к размышлению. В Государственной Думе ратифицировали соглашение о строительстве в Таджикистане образовательного центра за 4 миллиарда рублей и, разумеется, за наш счет. Депутат Михаил Матвеев усомнился в эффективности такой мягкой силы и напомнил, что в таджикских школах рассказывают про угнетение таджиков нашим народом, и что периоды Российской империи и СССР были оккупационными и колониальными. В ответ на это, известный эксперт в области той самой жидкой мягкой силы депутат Затулин рекомендовал не рефлексировать, а быстрее выделить эти 4 миллиарда, никак не прокомментировав свои аргументы оппоненту. Тем временем инородный таксист кулаком разбил стекло кабины автобуса и напал на водителя. Вечером на остановке 33-летний водитель такси вышел из автомобиля, разбил кулаком стекло в кабине автобуса, а затем избил водителя. После нападения Бородач скрылся. Причины конфликта столичная прокуратура не называет. Инородца нашли и задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного разбирательства всего лишь по статье хулиганства. Тем временем в Подольске задержали продуктового вора-мигранта. 29-летний иностранный специалист решил открыть маленький бизнес по перепродаже товаров, естественно еще и краденых. Для реализации своей схемы он неоднократно заходил в спермаркеты и набивал сумку дорогими продуктами и алкоголем, красной рыбой, мясом и другими продуктами. Потом подниматель производительности по Решетникову проходил мимо касс, иногда это работало, а иногда нет. Воришку останавливали, он кидал добычу и убегал. Когда же дельцы удавалось завершить удачно. Гость из ближнего зарубежья продавал продукты третьим лицам, а полученные деньги тратил на личные нужды. Полицейские задержали преступника, он множество раз попадал на камеры видеонаблюдения. Наглеца заключили под стражу. Первая партия узбекских мигрантов приедет в Москву на поезде уже в конце сентября. Правда российская сторона так воодушевилась, что решила запустить этот поезд не один раз в неделю, как планировалось изначально, а сразу два раза. А также остановки были сделаны и во всех остальных городах России по всему пути следования. В итоге поезд, заполненный узбекскими мигрантами, был успешно отправлен в путь. Он уже успел высадить незаменимых специалистов в нескольких городах, но до Москвы доедет лишь в конце сентября. Тем временем на Сенном рынке прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов в районе торговых площадей. После рейда правоохранительных и контролирующих органов на рынке в Петербурге обнаружены 37 мигрантов-нарушителей, 16 из которых будут выдворены из страны. По итогам рейда следователями выявлены 37 иностранных граждан. Из них трое привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации, 16 подлежат выдворению из России, трое привлечены к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности, говорится в сообщении. Добавляется, что на личном приеме исполняющего обязанности руководителя Олега Бабкова, после обращения жителя города в следственном отделе по Адмиралтейскому району зарегистрирован материал процессуальной проверки по признакам преступления по статье «Организация незаконной миграции». В рамках нее и прошел рейд на Сенном рынке. Следователями были осмотрены складские помещения вблизи рынка, место массового проживания иностранных граждан, а также в офисе управляющей компании. Специалистами распотребнадзора в одном из кафе на территории рынка были зафиксированы нарушения в сфере оказания услуг общественного питания, работу кафе приостановили.